Солдат спит. Служба идет. Автор рассказа Андрей Ломачинский. Кафедра пропедевтики была самой гуманной кафедрой в военно-медицинской академии. Пропедевтика – это первый раздел реальной медицины. Собственно, с нее медицина и начинается. Пропедевтика учит, как больных надо опрашивать, как к ним врач должен относиться, как осматривать, как щупать, пальпировать, не лапая, как стучать, перкутировать не больно, что и где фонендоскопом слушать. Военные курсанты-медики от гражданских студентов в этом плане ничем не отличаются. Нет такой военной пропедевтики, хоть на кафедре одни полковники на майорах сидят. Мирная наука. Но и на самой мирной кафедре порой случались весьма занимательные военные эксперименты. Давно это было. Гагарин отлетал, Союз-Аполлон отстыковались, и началась эра развития советской долгострочной орбитальной космонавтики. Если кому приходилось видеть кадры документальной кинохроники о возвращении первых советских долговременных космических экспедиций, тот поймет, о чем речь. Первопроходцы наших длительных орбит, отсидев в невесомости на Союзах и Салютах несчастные пару месяцев, вываливались из приземлившихся капсул, как мешки с дерьмом. Невесомость коварной оказалась. Никакой нагрузки на мышцы. Да ладно бы только на мышцы. При развивающейся сильной мышечной атрофии из костей кальций уходил. Кость херели. Надо было проблему как-то решать. Это сейчас космонавт, крутящий педали тренажера, картинка естественная, а в те дремучие времена любой космический начальник над идеей закинуть в космос велосипед только бы рассмеялся. Слишком уж дорогими каждый килограмм груза и каждый кубометр космической станции выходили. Однако ежемесячно менять экипажи выходило еще дороже. Как в науке водится, перед тем, как проблему решить, надо ее хорошенько изучить. А изучив, надо сделать модельный эксперимент. А если на модели появляется искомый результат, вот тогда вам и доказательства, и метод решения на блюдечке. Переход теории в практику, так сказать. Кафедра авиационной и космической медицины за дело взялась спора. За пару месяцев был спроектирован хороший тренажерный комплекс и отрегулирована диета. Полагалось космонавтам много часов в день крутить педали, дотянуть пружины. А вместо сахара жрать глюканат кальция. Вызвали тогда начальника кафедры в Звездный и спросили, знает ли он, сколько его задумка народному хозяйству Советского Союза стоить будет. Тот не знал, в чем искренне признался. Тогда и вышел приказ малой кровью на земле длительную невесомость смоделировать, чтобы теоретические изыскания на практике по дешевке подтвердить. Ну, с велотренажером просто оказалось. Хоть тоже не без курьеза. Есть в спортивной медицине такой термин – ПВЦ-170. Это когда человеческий организм на тренажер сажают и заставляют педали крутить, чтобы сердце аж 170 ударов в минуту выколачивало. А сами время засекают, сколько да больше не могу, испытуемый выдержит. Министерство медицинской промышленности хороший титановый велосипед сделало полную копию того, что на ВДНХ в салюте 6 вверх тормашками висел. Позвали педальки покрутить на этом велосипеде какого-то чемпиона Советского Союза по велогонкам. Ну, тот пришел утречком, на велик сел, покрутил, быстренько вышел на 170 ударов в минуту, а потом с таким сердечным ритмом так и сидел до конца рабочего дня. Затем слез, утер пот и сказал, что договор с ним на 50 рублей за 5 часов. Вот он 5 часов открутил, давайте мне полтинник, а крутить задаром он не хочет. Военно-медицинское братье от такого результата слегка опухло. Из обычных курсантов никто больше 15 минут ПВЦ-170 не выдерживал. Вот были спортсмены в советское время. И ведь без допингов. Когда настоящих летчиков-космонавтов на тренажер привозили, результаты не сильно курсантские превышали. Такую пытку мало кто до получаса выносил. Пришлось требования к сердечной нагрузке значительно понизить, чтобы на 3-5 часов ежедневной космической тренировки выйти. А вот с полной моделью костно-мышечной гипотрофии оказалось сложнее. Не было на кафедре авиационной и космической медицины своих коек. А значит и не было возможности положить людей, как подопытных кроликов, под многомесячный эксперимент. Зато такие койки были на пропедевтике. Так и ввязалась в мирная кафедра военный эксперимент. Необходимо было отобрать нескольких молодых людей в абсолютном физическом здравии и уложить их полными инвалидами-паралитиками в течение многих месяцев на коечку. Руки и ноги фиксировались ремнями, а чтобы никаких тонических упражнений не делали, то есть чтобы мышцы не напрягали, в каждую палату полагались круглосуточные сиделки-надзиратели. Кровати располагались так, чтобы всем был виден телевизор. Плюс перед сном несколько часов отводилось на чтение художественной литературы. Читала сиделка, а все слушали. И письма тоже сиделка писала под диктовку. Оправлялись в утку. Душ и ванну заменяли обтиранием мокрыми полотенцами. Кровати были специальные, с открывающейся под задницей дыркой, чтобы даже во время необходимых физиологических актов никакой нагрузки на мышцы спины не выходило. Да и сам уровень кроватей был необычный. Не строго горизонтальные, а 26 градусов наклона вниз в сторону головы, чтобы давление крови было точно как в невесомости. Ну а от сползания на кровати человека удерживали опять те же фиксирующие ремни. Лежи себе лениво и радуйся жизни на уровне одноклеточного организма. Всех неприятных дел только что периодически кровь на анализ брать будут. Больше никаких усилий и переживаний. Даже взвешивание прямо на кроватях проводилось. К назначенному сроку подготовили в клинике под эксперимент одно отделение. Посадили на вход постового, взяли с персонала необходимые подписки о неразглашении и дело осталось за малым. Добровольцев найти. Это сейчас носовок гонят. Мол, советская система была беспредельно антигуманной. Может, когда-то и была. Но вот при Брежневе касательно экспериментов на людях было строго. Или добровольно, или никак. С волонтерами поступили просто. Поехали добрые полковники-пропедевты в войска ленинградского гарнизона и предложили молодым солдатам год за два. Вы, мол, только призвались. Дедовщина тут всякая. А нать-ка вам возможность в половину срок скостить. Да при этом еще и денег прилично подзаработать. Если солдат от первого до последнего дня выдерживал, то предполагалось заплатить ему ни много ни мало, а пять тысяч рублей. Цена новых жигулей по тому времени. Но контракт сам по себе был вовсе не железным. В любой момент солдат мог заявить о том, что отказывается от дальнейшего участия в эксперименте. После этого надлежало подписать официальную бумагу и идти дослуживать войска по полному сроку. Денег же никаких не причиталось в случае подобного малодушия. Понятно, что столь жесткие условия солдат-добровольцев весьма стимулировали. Сорок коечек было в отделении. В назначенный срок туда легло сорок солдат. Первый солдат подписал отказ на следующий день. Ушел стирать дедовские портянки, несмотря на все увещевания и взывания докторов наук к здравому смыслу. Через неделю ушло еще трое. Через месяц осталось половина. Через 3,7 человек. Через полгода всего двое. Лежат себе рядовые Виктор Малышев и Эльдар Сумамбаев. Служат великому делу советской военной науки. Персонал на них не нарадуется. Капризов никаких. С неподвижной жизнью полностью смирились. Виктор – оптимист, говорун. Все думали, что в числе первых уйдет. А он, смотри, как до конца долежал. А как анекдоты рассказывал. Заслушаешься. Утренняя смена новую шутку принесет? Так тот ее так переделает и так расскажет, что вечерняя смена соусмеху аж ногами сучит. Эльдар же был полной противоположностью. Неболтлив, замкнут. Книг себе читать не просил, только иногда требовал поставить кассету в магнитофон с его любимыми азербайджанскими песнями. Иногда и сам пел. Тягуче, громко, но красиво. Сиделкам нравилось. И пение не запрещали, хоть и не понимали ни слова. На девятом месяце эксперименту конец. Все биохимические изменения и электрофизиологические отклонения выяснены. Однако солдатам конкретную дату окончания опыта до последнего не сообщали. Ориентировали их на год. За день до окончания опыта к ним пришли генералы да полковники от медицинской службы, пожали руки героям и вручили сберкнижки с оговоренной суммой денег. Эльдар отнесся к этому делу философски. Конец мучениям. Завтра в 12 дня. Вот завтра и приходите после последнего забора крови. Типа я уж без малого год лежу, вставать мне страшно, надо бы мне помочь, а то совсем хилый стал. Ну, над такой точкой зрения военно-медицинские светила поухмылялись, но не стали отказывать любимчику. Хочешь еще недельку на кроватке понежиться? Нет проблем, устроим. Виктор же спать не мог. Так ждал завтрашнего полудня. Отказался от снотворных на ночь. У солдат давно уже сон нарушился. Без снотворных они спать не могли. И это были единственные таблетки, которые им давать было разрешено. Всю ночь проболтал, мечтая вслух, как вернется он домой, как встретится с мамой, а потом пойдет к своей любимой девушке. А потом, как на вырученные деньги, он купит леса и кирпича, развернет стройку и построит хороший новый дом для будущей семейной жизни. А потом... Короче, не было конца его мыслям вслух. Ровно в полдень пришла к оптимисту вся свита. Без пяти минут двенадцать сестричка венку кольнула, взяла последнюю пробирку кровушки на анализ, отстегнули ремни, и вот уж секундная стрелка подбегает к вертикально стоящей минутной. Свершился долгожданный миг. Рядовой Малышев с радостным криком под общие аплодисменты вскакивает на пол с надоевшей кровати. Вскакивает, и тут же радостный крик переходит в ужасный вопль. Солдат падает и через момент теряет сознание. Лежит на полу бледный, ноги неестественно выгнуты. Подхватили его офицеры медицинской службы, и тут же стала ясна причина его падения. Нет, не предполагаемый ортостатический коллапс. Это когда от долгого лежания при быстром вставании кровь от мозга отливает. Все оказалось куда хуже. Обоюдный двусторонний перелом шеек бедра. Самые крупные кости от недвижимости стали настолько хрупкими, что не выдержали массы человеческого тела. Начались реанимационные мероприятия и моментальный перевод в клинику травматологии. Нормальный перелом бедренных костей может человека на полгода в кровать вложить. А вот перелом костей, где кальция всего ничего осталось. Почти год на выздоровление рядовому Малышеву потребовался. Опять пришлось ему на коечке полежать только еще больший срок. Вроде и срослось плохо, вышел парень с инвалидностью. Уж как он потом свой дом строил, я право не знаю. А с Эльдаром все получилось как надо. Его уж сам персонал от поспешных движений удерживал. Вначале переложили на обычную горизонтальную кроватку, потом позволили поджать ножки, потом сесть. Сидеть он несколько дней не мог. Терял сознание от того самого ортостатического коллапса. Наконец, гладкомышечная мускулатура кровеносных сосудов натренировалась, и парню разрешили вставать. Две санитарочки подхватывали его под бока и тащили вокруг кровати, где тот делал пять облегченных шажков. А потом его опять клали на кроватку, но уже не лениво, давали ему жгут, который солдат брал в руки и пропускал под согнутую ногу, а затем эту ногу разгибал. Получалась одновременная тренировка мышц рук и ног. Затем к нему в палату притащили вышеупомянутый космический велосипед, а в диету добавили калорий. Назначили лошадиные дозы витаминов и кальция в уколах. А через месяц видел я рядового Самамбаева, бегающего трусцой по парку 49-го городка.